Французские власти задержали сооснователя популярного мессенджера Телеграм Павла Дурова по чьему-то совету, желая получить доступ к кодам шифрования. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, что это доказывает мессенджер по-настоящему защищён. В свою очередь, французский эксперт по социальным сетям Фабрис Эпельбуан указал, что наряду с обвинениями Дурову о нарушении закона, ему также предъявляют претензии, связанные с криптографией, то есть технологией шифрования данных и сохранения их конфиденциальности. Аналитик также заявил, что Франция уверенно отдаляется от принципов демократии, и арест Дурова — лишь привлечение внимания. Арест Дурова на самом деле впечатляющий. Павел приземлился, вышел из самолёта и его сразу же арестовали. Всё это сделано для привлечения внимания. Его обвиняют во всём, в чём только можно. Конечно, на платформе, пользователями которой являются миллиард человек, хочешь-не хочешь, будет происходить что-то незаконное. Но это не значит, что Павел Дуров — соучастник. Защита частной жизни и предоставление свободы слова очень расплывчато и прописано в законодательстве Пятой Республики, отметил французский специалист. Любой, кто продвигает это, рискует навлечь на себя гнев правительства. Видимо, про лозунг «Свобода, равенство, братство» во Франции уже позабыли. Франция сейчас переживает такое время, когда уверенно отдаляется от демократии. Всё то, в чём обвиняют Павла Дурова, происходит и на других платформах. Но Дуров — более лёгкая цель, чем Илон Маск или Марк Цукерберг. Возможности Дурова в плане возмездия очень малы. Он более лёгкая мишень. Но это послание адресовано всем цифровым компаниям, как во Франции, так и за рубежом. А тем временем арест основателя «Телеграм» Павла Дурова обошёлся Франции в копеечку. Объединённые Арабские Эмираты, чьё гражданство имеет Дуров, заморозили сделку с Парижем на 17 миллиардов долларов. По словам германского активиста и бизнесмена Кима Тоткома, на эту сумму Эмираты должны были купить 80 истребителей у Франции. Также СМИ сообщают, что ОАЭ рассматривает возможность полной блокады военно-технического сотрудничества с Францией. 24 августа основатель «Телеграм» Павел Дуров был задержан во французском аэропорту. Срок его содержания под стражей позднее продлили на 48 часов, и он должен был выйти из-под стражи 28 августа вечером. До этого прокуратура должна будет либо предъявить обвинение, либо освободить Дурова. Всего в деле 12 эпизодов. В случае предъявления ему обвинений, согласно французскому законодательству, его статус, связанный с риском бегства, является фактором, который судьи должны учитывать при оценке возможного содержания под стражей до суда. Эллада Мамедова, CBC.